Прошлая неделя оказалась достаточно продуктивной и тяжелой для сотрудников полиции, так как нами было зафиксировано 9 фактов краж с квартиры. Женщина написала заявление на собственного сына, который с 2009 года неоднократно и периодически воровал ее личные вещи. Было насчитано 9 фактов краж. Возбуждено уголовное дело. Сейчас в отношении данного гражданина решается вопрос об применении к нему меры пресечения, о подписке о невыезде, либо же заключении под стражу. Кроме того, сотрудниками полиции был задержан сторож садоводческого товарищества, который, являясь лицом, который должен охранять веренное ему имущество в виде садоводческих домиков, участков. Он же, наоборот, пошел на преступление в виде воровства имущества граждан с соседних садоводческих товариществ. Зафиксировано 4 случая проникновения в садовые домики данных граждан. И на основании этого следователями было принято решение о задержании данного гражданина, и в дальнейшем судом данный гражданин был арестован. Сотрудниками полиции по линии общественной безопасности продолжена работа по выявлению правонарушений административного законодательства. В частности, на этой неделе выявлено три иностранных гражданина, которые находились на территории Российской Федерации с нарушением иммиграционного законодательства. На данных граждан были составлены протоколы, и судом было принято решение о депортации данных граждан. Хотелось бы отметить, что данные граждане в течение ближайших пяти лет не смогут свободно въехать на территорию Российской Федерации. Я хотел бы предупредить наших граждан, сделать небольшое объявление по поводу того, что в последнее время у нас в городе активно муссируются слухи о существовании в городе маньяка. Неоднократно граждане нам звонят в дежурную часть, мне лично спрашивают о действительности существования данного преступника. Хотел бы успокоить, что маньяка у нас в городе нет, обращений жителей, пострадавших от действий данного преступника, у нас нет и проверок по данному факту, мы не проводим. Кроме того, хотел бы сказать, что при наличии данных фактов мы, естественно, предупредим общественность, сделаем объявление через средства массовой информации. Субтитры создавал DimaTorzok